ТОП 5 самых безумных модных трендов Номер 5. Эльфийские ботинки Впервые эти ботинки были замечены в сельском городке Матууала в Мексике. Тренд совпал с ростом популярности музыкального направления Трайбл. Жители Матууала начали надевать эльфийские ботинки во время Трайбл баттлов в клубах Энрадео. Вначале люди просто удлиняли носы своих ботинок, делая их более заостренными. Позже жители соседствующих городов начали соревноваться с Матууалой в заостренности, и модный тренд вышел из-под контроля. Номер 4. Фейскини Фейскини – это тоже бикини, только для лица. От английского «фейс» – «лисон». Вместо того, чтобы использовать солнцезащитную косметику, жители Китая открыли новые способы защитить кожу, надевая фейскини. Соответственно, это маска, созданная для пляжей и купания, которая полностью покрывает голову, оставляя отверстие лишь для глаз, носа и рта. В Китае можно найти фейскини разных цветов и дизайнов, и даже в комплекте с купальным костюмом с длинными рукавами. Номер 3. Нацичик Все началось пару лет назад, когда тайские школьники стали одеваться в одежду с нацистской символикой, а также с появлением рекламного щита с выображением Гитлера. Одержимость тайских школьников, получившая название «Наци Чик», вызвала шок и справедливый гнев среди иностранцев в Таиланде и в других странах. Этот тренд наводнил Балкок мультяшными изображениями Гитлера, включая популярный принт, где диктатор изображен с рыжими волосами и одеждой Рональда Макдональда. Номер 2. Голова-бублик Голова-бублик или лоб-бублик – это тип модификации тела, начатый в Канаде и сильно распространившийся в японской моде. Это искажение лба, сделанное неким физиологическим раствором и создающее отек по форме, напоминающий бублик или пончик. Результат двухчасовой процедуры длится всего от 16 до 24 часов, после чего раствор просто всасывается внутрь и лоб возвращается к нормальному виду. Номер 1. Татуировка глаз Это не татуаж, Фек, это татуировка глазного яблок. Пионером этого вида татуировки стал эксперт в трансформации тела и мастер тату Джон Луна Кобра. Татуировка глаз впервые привлекла внимание общественности в 2012 году. Процедура заключается в введении чернила в роговицу глаза, после чего краска распространяется по всему белку. Единого мнения о безопасности этой процедуры нет. Сторонники утверждают, что татуировка глаза даже менее опасна, чем татуировка кожи. Но противники говорят, что нет ни одной сертифицированной краски, а медики, что процедура потенциально может способствовать развитию рака. На этом все. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и не забудьте поделиться этим видео с вашими друзьями в социальных сетях. Спасибо! Спасибо!